МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Премии на общую сумму около 17 миллионов тенге получили этнокультурные объединения Карагандинской области. Ерлан Кушанов вручил их лично в торжественной обстановке. Жизненный путь Бухаржурау Халхаманула обсудили в Карагандинском государственном техническом университете. В работе научно-практической конференции приняли участие историки Караганды и Астаны. Фиксики, тролли, миньоны и даже бабы-яга рассказывали детям о том, что дружба и доброта – это то, к чему нужно стремиться всегда. На сцене Дворца культуры Горняков с новым спектаклем выступил театр ростовых кукол «Бим-бом». В Доме дружбы состоялось праздничное мероприятие под названием «Казахстан Халканэгбарляга Турактлэхпендамудумникзе». Участники мероприятия обсудили важные социально значимые проекты. В ходе встречи Акимобласти Ерлан Кушанов вручил этнокультурным объединениям ежегодную премию. Торжественное мероприятие приурочили к 26-й сессии Ассамблеи народа Казахстана на тему «Пять социальных инициатив. Платформа социального единства общества», которая состоится 28 апреля в Астане. Праздничное мероприятие прошло под председательством Акимобласти Ерлана Кушанова. В своей речи глава региона подчеркнул, что важную роль в сохранении мира на территории полетничной Карагандинской области сыграла Ассамблея народа Казахстана. Ассамблея народа Казахстана играет важную роль в формировании уникальной модели всеказахстанского единства. Помимо осуществления своих главных задачи – обеспечения общественно-политической стабильности, Ассамблея отводит важную роль развитию науки и благотворительности. За последние годы под эгидой Ассамблеи в Казахстане провели множество благотворительных акций и компаний. И благотворительность, которую реализуем мы, например, это очень такие интересные, опять же скажу вам, повторяюсь, простые вещи, но такие необходимые. В суверенном Казахстане проживают представители более ста национальностей. Благодаря единству и дружбе, двух столпов, на которых держится наше общество, каждый казахстанец, вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности, имеет возможности для реализации своего потенциала. Одним из ярких тому примеров является Екатерина Непрук, учитель математики в областной специализированной школе для одаренных детей имени Нагмета Нурмакова. Она не только преподает один из важнейших предметов на английском языке, но и в совершенстве владеет казахским. Я сама русская, преподаю в школе, в казахской школе, и преподаю свой предмет математика на английском языке. Так как школа казахская, мои ученики и мои коллеги помогают мне осваивать язык на каждом дневном уровне, так скажем. В ходе мероприятия глава региона вручил ежегодную премию в размере 700 тысяч тенге 24 этнокультурным объединениям. Также участники встречи обсудили проекты, направленные на модернизацию сознания общества. Стоит отметить, что на 26-й сессии Ассамблеи народа Казахстана нашу область представит делегации из 42-х человек. Тохжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В региональном проектном офисе по реализации программы «Рухани Жангру» Карагандинской области 27 апреля прошел очередной день гражданских инициатив. С самого утра сюда приходили люди разных возрастов и профессий со своими идеями о том, как сделать жизнь лучше. Представитель карагандинской рекламной фирмы Александр Черняков демонстрирует новое мобильное приложение собственной разработки. Предприниматель заявляет, что с помощью этой программы дети могут легко овладеть казахским, русским и английским языками. Обучение происходит в игровой форме. Ребенку достаточно лишь повторять слова и фразы. Мобильное приложение абсолютно бесплатное, заявляет разработчик. Приложение создано на SDK Unity, язык программирования C-Sharp. У нас серьезная команда программистов. Мы занимаемся созданием компьютерных игр. Нами создана компьютерная игра PlanCon. С 2014 года она продается по всей планете. Сейчас мы делаем следующий проект. Программа обучения казахскому, английскому и русскому языках – это наша помощь государству. Это уже готовый продукт, который можно воспользоваться прямо сейчас. Но большинство проектов, с которыми приходят карагандинцы, существуют пока в виде идей. День гражданских инициатив – это возможность рассказать и поделиться интересными идеями и предложениями о том, что можно и нужно сделать в регионе, чтобы ситуация стала лучше. Само население нам рассказывает идеи, предлагает нам свои какие-то предложения. И потом эти предложения все прорабатываются государственными органами, акиматами городов, районов, областными управлениями. Потом получаются проекты. И эти проекты в рамках программы «Рухани-Жангру» нужно будет реализовывать. Поэтому это очень важно. Нам нужно знать, как должен двигаться наш регион, куда мы должны двигаться в реализации программы «Рухани-Жангру». И поэтому это очень полезно. В региональном проектном офисе отмечают, что карагандинцы приходят с самыми различными идеями. От переименования улицы до всевозможных бизнес-проектов. По итогам прошлых дней гражданских инициатив к реализации принято порядка 70 идей. Часть из них уже внедряется в жизнь. В основном это сфера культуры. В основном это сфера культуры, жилищно-коммунального хозяйства. Это в сфере языков. И есть в сфере строительства, но некоторые идеи, конечно, не подпадают по цели задачи программы «Рухани-Жангру». Но все равно мы такие предложения принимаем и их прорабатываем. Каждая инициатива, каждое прозвучавшее предложение и мнение будут взяты в работу и предложены для реализации государственным органам, говорят сотрудники офиса. Напомним, что каждую последнюю пятницу, каждого месяца в региональном проектном офисе по реализации программы «Рухани-Жангру» проходит день гражданских инициатив. Любой желающий может прийти сюда и предложить свои интересные идеи или предложения. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде полным ходом идет реализация программы «Цифровой Казахстан». Сотрудники департамента ЦОН по Карагандинской области провели обучающий семинар для лиц с ограниченными возможностями. Карагандинским инвалидам рассказали и наглядно показали все преимущества портала электронного правительства. При первичной подаче на электронную цифровую подпись, так как вы являетесь физическими лицами, мы выбираем вкладочку для получения онлайн-заявки для физических лиц. Предварительно, если вы будете на своем домашнем компьютере подавать на электронную цифровую подпись, имейте в виду, что данная программа работает с программным обеспечением «Анцелайр» и «Джава». Чтобы беспрепятственно воспользоваться преимуществами портала электронного правительства, в первую очередь необходимо обзавестись электронной цифровой подписью. Это своего рода ключ, с помощью которого станут доступны все услуги. Работники Центра обслуживания населения рассказывают и наглядно показывают, как именно это сделать. В качестве слушателей на обучающий семинар пригласили карагандинских инвалидов. Главная ценность портала в том, что отпадает необходимость личного присутствия в ЦОНе. Вы должны это все освоить и по мере возможности передать другим людям, чтобы не мучились для того, чтобы какую-то справочку получить. Вы определенные трудности преодолевали, то есть связанные с вызовом такси, транспортировки, войти сюда само по себе в здание и так далее. Многие вопросы вы сейчас будете решать дома. Стоит также отметить, что Центры обслуживания населения уже давно работают над тем, чтобы граждане с ограниченными возможностями получали государственные услуги без преград. В самих ЦОНах для этого созданы все условия. В каждом Центре обслуживания населения имеются отдельные окна приема для лиц с ограниченными возможностями. Имеются пандусы, кнопки вызова, тактильные плитки для слабовидящих граждан. Также у нас прошли обучения сотрудники, которые были обучены жестовой речью. В настоящее время активно работают и специальные мобильные группы. Инвалидам первой и второй групп достаточно позвонить на единый номер контакт-центра 1414. По этому номеру человека с ограниченными возможностями проконсультируют и зарегистрируют телефонный заказ. В течение 72 часов мобильная группа связывается с заказчиком и выезжает к нему на дом для приема и выдачи документов. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – медицинский центр «Атлант», город Санкт-Петербург. В Караганде из Санкт-Петербурга доктор Бочиновский с 15 по 30 апреля лично проведет прием пациентов. Избавит от головной боли, мигрени, шума в ушах, межпозвонковой грыжи. Уберет причины хондроза, сколиоза. Использует уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок 365-00. Позвольте себе и своим детям жить без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас. 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В Карагандинской области продолжаются мероприятия, посвященные 350-летнему юбилею Бухаржирау. В Карагандинском государственном техническом университете состоялась Республиканская научно-практическая конференция. Почетным гостем мероприятия стал потомок Бухаржирау, ветеран труда, педагог Галымтай Бахтиаров. Бухаржирау известен как главный советник казахского хана Аблая. Вместе с Казбекби, Толеби и Айтикиби Бухаржирау участвовал в составлении первого в истории Казахстана свода юридических законов Житыжарга. Этот законодательный документ в 1710 году был одобрен на Каракумском съезде казахских биев трех жузов. Обо всем об этом говорили на научно-практической конференции в Техническом университете. Почетным гостем выступил потомок Бухаржирау, ветеран труда, педагог Галымтай Бахтиаров. В работе конференции приняли участие и столичные гости. Среди них историк Максат Алпызбесулы. Наследие великого Жирау, Бухара Жирау Калкаманулу, оно очень значимо и имеет большое значение в изучении социальной, исторической, политической мысли казахского общества 18 века. В изучении казахской истории поэтические наследия казахских жирау и их толгау, они важны не только в литературном, но и в философском, культурном отношении. В работе конференции приняли участие студенты Технического университета, а также ученые, которые занимаются исследованием наследия Бухаржирау. Наследие Бухаржирау знакомо нам благодаря трудам видного казахского историка Машкуша Супкупеева, который на рубеже 20 века написал много трудов. В своих рукописях он зафиксировал все эти известные высказывания видного государства Бухаржирау, которые были во времена Аблайхана. Эти материалы находятся в архивных фондах. Во многом они сейчас опубликованы, но поиск новых материалов для научного отношения чрезвычайно важен. И сегодня у исследователей деятельности Бухаржирау много работы. Чрезвычайно интересным представляются труды китайских ученых, в которых отражены взаимоотношения казахского ханства с Цинской империей в 18 веке. Одна из главных задач ученых – собрать как можно больше исторических материалов о деятельности Бухаржирау-Калкаманулы, систематизировать и впоследствии опубликовать их. Планируется также сделать перевод на другие языки для того, чтобы как можно больше людей в мире узнали о видном казахском государственном деятеле. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Заслуженный деятель Казахстана, поэт Хасымхан Бигмана побывал с визитом в Караганде. В канун своего 60-летия известный писатель презентовал карагандинским читателям ценное издание под названием «Традиции вчера, сегодня, завтра». Выпущенные в четырех томах. На встрече с писателем собрались представители молодежи и научной интеллигенции. Прошел всего год. Как известный поэт и этнограф Касымхан Бигманов посетил наш регион в рамках своей этнографической экспедиции, а он вновь вернулся в Сарарку, чтобы презентовать свой новый труд. Четырехтомник писателя посвящен изучению традиций казахского народа. В этой книге читатель сможет узнать о том, какое будущее ждет нашей традиции. Чтобы найти ответ на столь важный вопрос, Хасымхан Бигманов посетил многие этнографические музеи и архивы. Помимо этого, этнограф побеседовал с казахами, проживающими в Монголии, Узбекистане и Карагалпакстане. На самом деле традиции можно изучать бесконечно. Это ведь богатое культурное и духовное наследие народа. Одного года недостаточно, чтобы в полной мере изучить истоки традиций казахского народа. Но все же мы проделали огромную работу. Я воспринимаю эту книгу как отчет перед народом в канун своего юбилея. В этом году поэт отпразднует свой 60-й день рождения. Именно к этой торжественной дате приурочена встреча с поклонниками творчества Хасымхана Бигманова. На стихи поэта в разное время были написаны сотни песен. На мероприятии певцы исполнили эти песни, порадовав всех гостей. Встречу выступил человек века, ученый-физик Темиргалик Укитаев. Профессор отметил, что только вновь обретя утерянное, казахский народ сможет вступить в эпоху глобализации. На этом фоне Темиргалик Укитаев подчеркнул значимость четырехтомника о традициях. У нас есть традиции, которые не найдутся в культуре ни одной страны. Есть традиции, которые могут быть примером для других народов. Мы должны изучать истоки нашей культуры. Это поспособствует духовному возрождению, о котором говорит Ельбаса. Если мы сможем изучить нашу историю, то с чего все начиналось, то мы станем великой нацией. В своей книге автор подробно рассказывает об обычаях, ритуалах казахского народа. Раскрывает их смысл и историю. В книге также подробно написано о казахской родословной, алфавите, о нашей культуре, еде, воспитании, ювелирном искусстве и мастерстве. Один из томов издания основан на беседах автора с известными учеными, юристами, деятелями науки и культуры. Торжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 50 студентов из 8 учебных заведений страны принимают участие в разработке мобильных приложений в области здравоохранения. В Карагандинском государственном медицинском университете стартовал Первый республиканский студенческий хакатон. Хакатон – это форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения сообща работают над решением какой-либо проблемы. Именно этим и намерены заниматься полсотни студентов из разных вузов страны. Это и медики, и программисты, и дизайнеры. Всего в Первом республиканском студенческом хакатоне представлены 8 высших учебных заведений. На данном мероприятии происходит энергия областей, где врачи, пациенты и компания причисляют и детализируют проблемы в области здравоохранения. И в свою очередь, атиспециалисты. Они объединяются для атиспециалистов, идеологов и дизайнеров. Они объединяются для решения медицинских задач. А в базах – до узкоспециализированных. Участникам предстоит объединиться в команды. Причем группы будут сосаять из студентов разных вузов. На разработку приложения им будет отведено 48 часов. Среди участников форума студент 4-го курса медицинского университета – Мансур Бигбавлеев. В будущем он намерен стать хирургом-онкологом. Мансур с удовольствием принимает участие в хакатоне. Я думаю, что хакатон – это большая возможность для меня, конкретно студентов медицинского университета, это открыть что-то новое для себя, чему-то научиться. И, возможно, даже помочь остальным окружающим. Здесь мы будем программировать, именно заниматься софтвером, то есть в программировании программ именно на самом компьютере. Для меня это новое. Я думаю, что это будет очень интересно. Организаторы хакатона отмечают, что сегодня мир вступает в эпоху 4-й промышленной революции – эру глубоких и стремительных изменений. Именно это и побудило руководство медицинского университета провести первый республиканский студенческий хакатон. Суть в том, что вот этот хакатон, который мы проводим, он будет посвящен нужным вопросам здравоохранения. То есть не просто программирование, как игра, а конкретное приложение вот такого продукта, который необходим будет или для пациента, или для врача, или для медсестри, или для команды, которая занимается медицинскими услугами. То есть ребята должны сообразить, как сделать так удобно, чтобы даже пожилому человеку можно было легко открыть свой телефон, нажать на приложение и получить информацию, которая ему нужна. Стоит отметить, что Карагандинский государственный медицинский университет идет в авангарде передового научного опыта. Здесь уже успешно реализуется проект «ТОМ Казахстан», в рамках которого студенты изобретают различные приспособления для людей с ограниченными возможностями. Это мероприятие называется «Мейкатон». Сегодня настало время хакатона. Организаторы уверены, что мобильные приложения, разработанные студентами, найдут свое практическое применение. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. И еще об одном. Всеми любимые фиксики, тролли и многие другие герои мультфильмов заполонили дворец культуры горняков. Очередное выступление театра кукол «Бим-бом» пришли посмотреть сотни детишек со всей области. В числе тех, кто насладился запоминающимся ярким шоу ростовых кукол, была и наша съемочная группа. На сцене дворца культуры горняков собрались самые любимые герои детей. Фиксики, тролли, миньоны и даже баба-яга. Выступление театра кукол «Бим-бом» было не только красочным, но и поучительным. До детей донесли важную мысль, что дружба, сплоченность и доброта – это то, к чему нужно стремиться всегда. В течение часа взгляды детей были прикованы к сцене и тому волшебству, которое сотворили актеры театра. Сотни учеников начальных классов школ региона запланили дворец культуры горняков, чтобы увидеть феерическое шоу ростовых кукол. Ученики школы-лицея номер 14 города Абай уже третий год не пропускают выступления театра «Бим-бом». Нам очень нравится, что это карагандинский театр, и мы всегда рады и приглашаем в школу, и приезжаем на такие шоу. И хочется сказать, что все представления этого театра отличаются какой-то особенной нравственностью, моралью, такими качествами, как музыкальность, такое шоу. И сегодня, конечно, мы это шоу ждали очень долго, и действительно получили массу удовольствия, потому что наши дети сегодня встретились с большим количеством любимых мультяшных героев, с которыми вместе пели, танцевали. Замечательно, что дети всегда являются участниками всех спектаклей. Главными героями в этой постановке были и вправду дети. На протяжении всего выступления маленькие зрители выкрикивали ответы на вопросы героев, помогали им находить решения из трудных ситуаций, пели с ними песни, исполняли зажигательные танцы. Учителя отмечают, что подобные походы в театр положительно сказываются на детях. Они окунаются в мир сказок, наверное, начинают в это верить. И поэтому это имеет большое влияние в нашей воспитательной работе. Чтобы быть много со временем, с детьми, мы тоже посещаем. Для нас это тоже какой-то определенный эффект имеет. Восторженные детские крики и смех не утихали все выступления. В зале царила необычайная атмосфера. Позже радостные зрители признали, что выступление театра кукол им очень понравилось. Я люблю мультик тролли. Мне вообще там понравилось, когда там Баба-Яга стала розочкой. Очень нравится просто. Представление такое волшебное, мне очень понравилось. Фиксики, потому что там рассказывают о мультиках. Там было очень круто. Весело было? Да. Еще одно выступление театра «Бим-бом» состоится 30 апреля. Билеты можно приобрести в кассах Дворца культуры горняков. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау-Болгстер. Редактор субтитров А.Семкин